Из книги «Открытым оком» том 16. Тема. Лапкин книги. Вопрос 3039. Почему на обложке книг «Открытым оком» и на иллюстрации к Новому Завету в трех книгах «Столкование блаженного ферфилакта» вы взяли только из Густава Доре? Есть же очень хорошие другие художники по библейским сюжетам. Отвечает Игнатий Тихонч Лапкин. Всех не знаю, но более десятка таких просматривал и не раз. Считаю, что Густаве Доре нет равных по композиции, по живописи, по реальности и соответственно тому, что описано в библии по великолепной перспективе. У других художников фигуры сгружены, касаются поля, рамки и нужно всегда вглядываться, кто, где и зачем. У Доре все на виду. Ближнее, среднее и дальнее, и даже запредельное входишь в долю секунды. Доре. Бюстар. 6 января 1832. Страсбург. 23 января 1883 года. 51 год. Париж. Французский график. Прославился живописно-динамичными, гротескно-выразительными иллюстрациями, полными фантазией и юмора текстовыми рисунками. Гаргантюа и Пантагрюэлью Рабле. 1854. И озорным рассказом Бальзака. 1855-1856. Романтически эффектными страничками, страничными рисунками божественной комедии Данте. 1861 год. Дон Пехоту Сервантин 1862-1863. Библии 1864-1866. Гравировавшимися группой мастеров торцовой ксилографии. Социальная острота присуща в сценах жизни лондонской бедноцы 1860-1870 годы. С начала 1860-х годов занимался живописью, афортом, позже скульптурой. Большая советская энциклопедия. Силография. От слов «сила» и «графия». Гравюра на дереве. Один из наиболее распространенных видов гравюры. Печатная форма клише выполняется ручным гравированием. Изображение силографии отпечатывается с плоской поверхности деревянной доски, покрытой краской, от которой свободно углубление, вырезанное между элементами изображения. Формы, изготовленные способом силографии, выдерживают до 15 тысяч оттестов. Для больших тиражей с силографических досок делается гальвана клише, являясь древнейшим видом гравюры. Силография издавна служила для создания как иллюстрации в печатных книгах, так и эстампов. В 19 веке широко применялась для печатания иллюстрации и репродуцирования жилописи и рисунков в книгах и журналах. Гравюра. От французского. Гравюра первая. От печатной оттиска бумаги или на сходном материале из пластины доски, на которой вырезан рисунок. Второе. Вид искусства. Графики, включающие многоразные способы ручной обработки досок и печатание с них оттисков. В выпуклой гравюре все свободные от рисунка участки доски с помощью ножей, стамесок, долот или лицов, шпихелей углубляются на 2-5 мм. Рисунок таким образом возвышается над фоном, образуя рельеф с плоской поверхностью. Краска на нее накладывается тампонами и накатывается валиком, после чего к доске вручную или прессом равномерно придавливается бумага, на которую переходит изображение. К выпуклой гравюре относятся гравюра на дереве, ксилография и на линолеуме, линогравюра, а также применявшаяся до конца 15 века рельефная гравюра на металле. Пластины из меди, латуни, олова или свинца обрабатывались шпихелем. Обрезной ксилографии, где на досках продольного распила из мягких пород дерева линии пятна рисунка обрезаются ножом, а дерево между ними выбирается долотом, присущим контрастным соотношением белого и черного, обобщенность рисунка зачастую приобретающая повышенное эмоциональное звучание. Торцовая ксилография, где на досках поперечного распила из твердых пород дерева прорезаются шпихелем тонкие штрихи, выводящие белыми в оттиски, выходящие белыми в оттиски. Комбинации штрихов позволяют создавать тон разной насыщенности, что часто использовалось для репродуцирования живописи и тонального рисунка. Сходная по технике линогравюра обычно более контрастна и часто имеет крупный неровный штрих. Прямо имитирует карандашный рисунок, гравюрует карандашной манерой, разновидность пунктирной манеры и мягким лаком. Рисование карандашом на бумаге, положенный на покрытую жирным лаком доску. Лак прилипает в местах рисунка бумаги и снимается вместе с ней, обнажая для травления поверхность доски. Традиционные материалы в наше время часто заменяются новыми. Дерево пластиком, металл, окстеплом и так далее. Террахов 39, 27, 28. Так и всякий плотник и зодчий, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того приобрежания в том, чтобы разнообразить форму сердца свое, он устремляет на то, чтобы изображение было похоже. И забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Храм Соломона был полон изображений, и Бог благословил Соломона. Третий царь 6, 29. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев, распускающихся цветов, и распускающихся цветов внутри и вне. Второе. Паралипоминон 3, 14. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной тканей, и из весона, и изобразил на ней херувимов. И храм Заравелев, в который пришел Христос, был полон изображений, сделанных весьма искусно. И веке 41, 17. Отверха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом внутри и снаружи, были резные изображения. 12 томов открытым оком в мягком переплете. И на корочке каждой книги изображены гравирую Густава Дорес надписью «Место Библии». На какой сюжет они написаны? В Новом Завете в трех книгах 104 изображений из Дореса. 32, 32, 32, 40, и того 104. Есть предпосылки к тому, что трехтомник Новый Завет с толкованием потребует вели издания. Уже начали новую корректуру и готовим новые фото-выводы. На этот раз, думая, взять из Густава Дореса 36 гравюр и перевести их в цвет, сделать цветными. Оказалось, что нам это сразу не хватило. Нужно сначала на компьютере обработать уже сосканированные, снять темную, убрать штыки, все остальное оставляя один к одному, не допуская ни малейшего изменения в рисунке, ни на миллиметр, затем вывести на бумагу через сканер, раскрасить художникам, затем снова сосканировать в компьютер, и тогда только готовить по порядку по событиям библейских расположениям страниц и надписей оформить, и готовить четырем комплектом фото-выводов. И тогда уже приступает типография. Густав Дорес, поверить в это трудно, проиллюстрировал всю Библию в рисунках, которых 230, словно трубы, но много больше за три года в сумме. От сотворения, от книги бытия, до откровения, до горних обозрений, резится кисть два боевых копья и трудолюбие, надраенное стремя. Благословил рисунки на века, не филиграмность линии, будто фото. Он полтора столет нам намекал, раскрасить гравюру истинно охота. Без языка ведется разговор, глухонемою немощью на равных, безграмотным распахнув здесь простор, картины эти не имеют равных. Столетия страницы шелестят, штрих-код тогдашние компьютеры глотают. Залито кровью часто поллиста, ветхозаветную жестокостью местами. Сам бритый, может быть, живой католик. Вот он сотни бородатых нам представил. С пророком видим крах первопрестольное и поле, полное засохшими костями. Так живо представлять воображение. С отщательностью высечь мертвые фигурки и придать войскам стремительное движение. Кино, но черно-белое в натуре. Всем поколений, пусть не все подряд, но православные, католики, сектанты. В картинке будут взор, девясь, вперять, доколе совместимость Библии настанет. Выходит, Библию любил француз Дорре. И нам он, брат, беззвучный благовестник. Его искусству не дает стареть. Звонарь на колокольне повсеместной. 11 марта 2006 года Игнатий Лапкин